Дорогие друзья, в эфире программа Точка зрения и сегодня мы поговорим про российские регионы и даже не просто про регионы, а про территории, про нашу действительно бескрайнюю страну применительно к посланию президента Владимира Владимировича Путина. Гости нашей студии. Селиванкин Сергей Валерьевич, член экспертного совета комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. Здравствуйте. Семчер Василь Михайлович, вице-президент Российской академии экономических наук, доктор экономических наук, профессор. Рогачев Сергей Вячеславович, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова. И Янков Кирилл Вадимович, заведующий лабораторией прогнозирования региональной экономики Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Сергей Вячеславович, Владимир Владимирович в своей речи развернул действительно масштабную программу. Она немножко может осталась в тени на фоне вот этих замечательных ракет и прочего вооружения. Но говорилось же о необходимости развивать наши города, развивать наши территории. Причем речь шла явно не о Москве, а именно о тех городах, которые сейчас находятся не в лучшей форме. На ваш взгляд, эта программа, развернутая пространственного развития России, это что-то новое? И не противоречит ли она той политике, которая у нас проводилась последние 27 лет? Собирать все население в крупных городах? Вы знаете, я двояко отношусь вот к этим тезисам. Первое, все-таки если мы говорим про моногорода, про населенные пункты, в которых действительно существует какое-то градообразующее предприятие, которое является базой конкретно для данного населенного пункта, где работает не менее 25% населения данного поселка, градообразующего объекта. И одновременно это предприятие выпускает не менее 50% промышленной продукции для данного населенного пункта. Вот, собственно, фактическое определение некоего моногорода. На сегодня в Российской Федерации их 319. Как сообщают официальные СМИ, до конца этого года планируется 18 городов перевести в некий режим обычного экономического субъекта. Но я к чему привел эту информацию? Дело в том, что на сегодняшний момент фонд поддержки моногородов, его бюджет составляет порядка 30 миллиардов рублей. Если мы с вами берем Москву, в которой порядка, если брать по населению, это 15-20 миллионов, с учетом граждан, которые имеют здесь временную регистрацию, бюджет Москвы 2 триллиона. Количество жителей, которые проживают в моногородах, 14,7 миллиона человек. Цифры несопоставимы. Поэтому у меня такое ощущение, что идеи выдвигаются в послании президента правильные, но люди, которые составляют основу этого послания, не изучают экономическое состояние сегодня страны. А вот как раз о людях. Сергей Челович, во-первых, как можно спасать моногорода, не спасая предприятия, вокруг которых они образованы? И, во-вторых, на одном из форумов Эльвира Набиулина недавно говорила, что нет смысла вот эти моногорода спасать. Лучше, наоборот, концентрировать людей в больших городах. То есть президент говорит одно, а исполнители придерживаются совершенно другого мнения. Видите ли, определенная теоретическая логика в том, что, говорит Набиулина, есть. Есть теория полисов роста, она известна всем экономистам и географам, разработанным в свое время еще французским экономистом Франсуа Перу. О том, что распылять средства неэффективно, губительно, что их надо концентрировать в определенных точках. Логика есть, но она теоретическая. И, как писал Толстой, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. И сколько я вот сейчас не изучал всех предложений, тех стратегий, которые разрабатываются, территориального развития, нигде нет образумительного механизма воплощения всего этого. Что будут делать? Селят людей из монофункциональных городов, из городов монофункциональной специализации, вернее, наверное, говорит. Мне не очень нравится выражение моногорода, но чуть жаргонное. Сгонят их, в большинстве, что они там будут делать, ради чего. То есть образуется ли просто дополнительная жировая ткань, неэффективная у больших городов. А вот дальше надо подходить к каждому из монофункциональных городов индивидуально. Если действительно там было добывающее предприятие, ресурс исчерпан, неэффективно его возобновлять добычу или строить производство, на основе которого было добычи. Наверное, надо ввести дело к постепенному закрытию этого города. Но постепенно и не больно. И важно, что если этот город уже пустил корни в окружающую местность, и он еще является, кроме того, что базовым еще и городом, поддерживающим на себе окружающее сельское пространство. Административно. Да, административно, распределительно, торговым. То, значит, здесь тоже отдельный разговор, что надо о нем каким-то образом заботиться. Кирилл Владимирович, мне вот очень понравился этот термин, программа пространственного развития России. Сразу понятно, вот наши эти бескрайние пространства, они должны опираться на некие точки, как вот Сергий Радонежский в свое время связал Россию сетью монастырей. Может быть, вот такая аналогия. Но вся предыдущая жизнь, 27 последних лет капитализма, они занимались прямо обратным. Они действительно ликвидировали эти города, небольшие города, не только моногорода, и стягивали все население в гигантские города. Вот явное же противоречие между этой программой и нашей сегодняшней жизнью. Во-первых, программы пространственного развития еще нет. Вернее, в соответствии с федеральным законом о стратегическом планировании, должна быть принята стратегия пространственного развития. Вот, насколько я знаю, третий год в Минэкономразвитии, там пытаются, рабочие группы формируют, они пока пишут какие-то проекты, пока эта стратегия не принята и нет понимания общего, а что там надо писать. Ну, во-вторых, надо все-таки посмотреть на тенденции. Тенденция стягивания людей в города возникла не сегодня. Она, как известно, как еще классики марксизма и ленинизма писали, она возникла тогда, когда мануфактура появилась. Это конец XVIII века в Европе, XIX век в России. Та же тенденция продолжилась в эпоху советской индустриализации, как известно. Очень многие бывшие крестьяне переехали в города и стали строить промышленности, потом работать в этой промышленности. Так что речь можно вести просто о продолжении этой тенденции уже в новом издании российского капитализма. Российский капитализм-2 просто продолжил вот эту вот тенденцию стягивания людей в города. Я не думаю, что это было целенаправленной политикой. Да, там вообще целенаправленная политика у нас не особо в 90-е годы присутствовала. Но это вот такая вот тенденция. Вопрос, что можно этой тенденции противопоставить? И нужно ли что-то ей противопоставлять? Ну, наверное, нужно, потому что нельзя оголять пространство. Но, во-первых, нужно понимание того, а что такое нельзя оголять? Что такое держать территорию? Какие там города должны быть? Городки по 5-10 тысяч населения или там должны быть более крупные города? И с какой частотой? Пока ответа на эти вопросы нет, это предмет споров. Есть аргументы и такие, и такие, и разные. Во-вторых, этому на самом деле противостоит вот такая новая тенденция, которая еще мало осознана. Это тенденция роста удаленной работы. Причем удаленной работы в разном понимании этого смысла. Это когда программист-айтишник может сидеть, работать у себя дома, скажем, там в Слободском районе Кировской области основано поселение под названием поселок программистов. Да, как пример говорю. И заканчивая тем, что крупные московские компании, целые крупные подразделения сейчас часто переводят в другие города. Ну, скажем, Сбербанк открыл в Туле, там, Центр поддержки операций, там 2000 человек работает. Другое дело, что они не идут в малые и средние города. Они идут в такие города, как Тула, Рязань, Обнинск, Тверь. Это тоже один из феноменов удаленной работы, когда можно целые подразделения куда-то перевести, и связь электронным образом всех устраивает. Это не материальное производство, это сфера услуг. Но надо понимать, что доля сферы услуг во внутреннем российском валовом продукте, она растет. То есть вот эта тенденция, она в каком-то смысле, ну, не так, как нам, наверное, хочется, но противостоит тенденции стягивания. Василий Михайлович, действительно, тенденция налицо, но почему-то не во всех странах. Вот если мы посмотрим на нашу страну, с нашей экономикой, фактически деньги можно заработать только в Москве или где-то поблизости. А если мы посмотрим на нашего стратегического противника или партнера Соединенные Штаты, посмотрите, как у них распределены крупные города и на одном побережье, и на другом. То есть более-менее равномерно. Почему-то у них вот этого стягивания, допустим, всех в Нью-Йорк или там стягивания всех в Сан-Франциско нет. И у нас при советской власти люди были распределены более-менее равномерно по стране. Не кажется ли вам, что это просто свойство нашей экономики, и люди, называя вещи своими именами, бегут? Бегут с территории, бегут в крупные города? Ну, начнем с того, что это абсолютно искусственная конструкция в духе преимуществ крупного хозяйства или крупных городов по сравнению с средними и мелкими городами. Устаревшая конструкция уже на уровне 17-16 века в Англии. И тем более для России устаревшая в принципе конструкция, потому что облик страны, технологии, размещение и развитие производительных сил определяются исходя из тех реальных условий, которые есть, и того уклада, который существует в стране. Россия – это общинная страна, это артельная страна. И скажите, пожалуйста, с какой стати теперь пришли умники, айтишники, и они вам моделируют, какой должна быть территория и какой должны быть, вообще говоря, даже русские люди. Почему они должны уезжать с родных мест? Здор и еще раз здор. Поэтому мы должны, наоборот, поменять концепцию, исходить из того, что есть Россия, и чем являются себя производительные силы в России. Исходя из этого, 40 тысяч деревень, из которых половина уничтожена, должны в принципе быть восстановлены лесом, если мы хотим иметь Россию, традиционную Россию, производительную Россию, с умом выстроенную, и с национальным опытом выстроенную. Россию с ее территорией? С ее территорией. А не ту Россию, которую можно смоделировать на листочке бумаги и выставлять как якобы страну. Ведь что мы имеем сегодня? 40% ВВП производится в Москве и Петербурге. Уж какое тут ВВП не совсем понятно. Сергей Альбович. Это непонятно. Но с налогами должно быть понятно. 35% налогов в стране собирается в Москве. Когда Норильский никель платит налоги в Москве. Совершенно верно. Сергей Альбович, но вообще насколько эта экономическая модель учитывает особенности России? Вот я очень часто слышу, что нас упрекают в России, низкая мобильность рабочей силы. То есть попросту говоря, люди, я их прекрасно понимаю, не хотят уезжать от своей родины, от своих рабочих, но от своих традиций, от своих корней. Почему они должны это делать? Двоякое у меня здесь отношение. Я как эксперт, как человек, который много лет занимается правозащитной деятельностью, могу сказать первую позицию. Безусловно, сегодня по статистике 2010 года 75% населения России живет в городах. К 2030 году планируется уже 80%. Безусловно, Москва, как такой дирижабль, который стремится непонятно с 1,5-2 триллиона бюджетом куда-то вверх, притягивает к себе жителей необъятной России. Люди сюда приезжают, приезжают люди из ближнего зарубежья, много людей с Украины. И действительно, люди пытаются найти себе работу и пытаются выжить. Это объективно, это вынужденные меры. Вопросы возникают другие. Вот когда мы с вами говорим про моногорода, то недавно от ответственных чиновников государственной власти мы слышим, что можно начать программы переселения моногородов. И приблизительно цифры, которые озвучивают мои коллеги-эксперты, это 5 миллиардов рублей, тире 6 миллиардов, это приблизительно 5000 человек, которые надо переселить. Но надо понимать, что это инфраструктура, куда вы собрались переселять людей, это не названные исполнительной врастью так называемые территории опережающего развития, вроде одноименного гектара ВВП, которым отсутствует и транспорт, и социалка, и не существует вообще ничего. Куда переводить любой людей, в какое голое поле. Поэтому здесь, на мой взгляд, вот как вы верно сейчас сказали, необходима срочная экономическая проработка средств федерального бюджета. Почему тот фонд 30 миллиардов рублей, при сопоставлении бюджета Москвы полтора-два триллиона рублей. Как вообще выделяются эти средства, и кто несет ответственность. Кстати, воспользуюсь еще одной информацией. За 2017 год в интернете эти сведения есть. Счетная палата проводила обследование деятельности подобных организаций и выявила, что 14,7 миллиарда рублей, запланированных на решение проблем обеспечения полутора тысяч человек, проживающих в моногородах, неэффективными. Вопрос, куда идут деньги. Кирилл Владимирович, а вообще, насколько совместимы в нашей стране рыночные принципы, строго рыночные принципы, а-ля Гайдар, и поддержание жизнедеятельности на нашей территории. Ведь понятно, что оно обходится гораздо дороже, чем в Соединенных Штатах. И нельзя ли здесь сочетать рыночные механизмы с административными механизмами? Я не понимаю, как можно переселить моногорода? Это такие деньги. Дешевле их как-то, наверное, оптимизировать и запустить. Ну, я хочу сказать, что у нас уже давно все-таки уже не рыночные принципы, а-ля Гайдар, у нас доля государственного регулирования, она уверенно росла последние десятилетия и достаточно велика. И, конечно, если рыночные принципы в крупном городе как-то худо-бедно показывают себя и работают, то чем дальше и беднее территория, то там все меньше должно быть рынка, и все больше должно быть, конечно, государственного регулирования. Страна у нас очень разнообразная, и надо уметь управлять и крупными городами, и уметь управлять удаленными вот этими вот территориями. Ну, что касается моногородов, вот я поддерживаю коллегу с географического факультета, подход должен быть индивидуальней. Почему? Есть предприятия, которые нужно возрождать и можно возрождать, есть предприятия, которые возрождать совершенно не нужно. Экономическая структура, структура производства не есть нечто застывшее. И какие-то производства уходят в прошлое, умирают, то ли месторождение истощилось, то ли новые технологии появились и так далее. И по каждому моногороду нужна индивидуальная работа. Надо возрождать? Но многие города строились как форпосты. Вот, например, там город, допустим, Комсомольск-Наамури, он не совсем моногород, конечно, но он же держит на себе огромную территорию. Город Магадан. Смотришь на карту, там вокруг, он выполняет и военные функции, и административные функции, и целый ряд других. Ну, конечно, у каждого города своя история. Комсомольск-Наамури строился в 30-е годы как центр оборонной промышленности на Дальнем Востоке, максимально удаленный от тогдашней границы. Как и Магадан. Да, и Хабаровск, и Владивосток, они были гораздо ближе к границе, а Комсомольск все-таки на 400 километров отнесен от границы, поэтому там и авиазавод, и судостроение там, и так далее, да, вот такие отрасли. Естественно, что Комсомольск-Наамури город, где основные предприятия, ну, они и не умирали. Как мы знаем, самолет «Сухой Суперджет» где у нас собирается? В Комсомольске-Наамури, да? Да. Да, но с другой стороны, у других предприятий там Амурсталь, там более серьезные проблемы у Амурстали, да? Но Амурсталь не является градообразующим для моногорода, потому что там несколько крупных предприятий. Надо видеть будущее, надо видеть, какие там есть перспективные месторождения, которые надо осваивать. Надо понимать, что осваивать их даже так, как их осваивали в 60-е и 70-е годы комсомольцами, может быть, уже и не надо. Может быть, там нужна работа вахтовым методом, и людей следует на месяц привозить с материка, потом увозить, чтобы они отдыхали. Кайдар говорил такое про Норильск, я, кстати, помню. Сергей Вячеславович, вот я вспоминаю, знаете что, просто курс географии, из школы курс истории. У нас были такие карты, и вот царская Россия и советская Россия, они явно имеют общее. Происходила экспансия, особенно в советское время. Вот я помню, эти города, которые были отмечены красным, и вся территория была покрыта вот этими красными точками. И сейчас процесс идет ровно обратный. У нас территория сокращается, у нас люди съезжаются в моногорода. То есть вся история России, Советского Союза, это экспансия, расширение территории. А теперь процесс обратный. Что делать? Как переломить эту тенденцию? Ну, переломить достаточно сложно, пока обученство предприятий будет зарегистрировано в Москве или отчасти в Петербурге, и налоги будут идти сюда, и деньги будут распределяться здесь. Люди по какой причине ехали в царское время на восток? Больше земли. Была крестьянская мечта, своя земля и подальше от поборов, от контроля. Вот. Сегодня... Но и была программа развития, ведь царское правительство развивало. Да, но тогда у нас в сельском хозяйстве было занято около 90% населения. Это были крестьяне. Сегодня процентов 9, наверное, у нас в сельском хозяйстве. Прозводительность труда в этой отрасли растет. Понятно, что столько народу не нужно. И идет какое-то отчасти объективное отступление. Но главный вопрос, чтобы налоги по возможности оставались в регионах, там, где они произведены. Василий Михайлович, вы знаете, такое впечатление, что ни к деньгам и ни к рынку все сводится. Иногда даже хочется, ну не хочется наоборот думать, но приходится, что это сознательная политика. Вот Владимир Владимирович говорил о медицине, например, о сельских фельдшерских пунктах и прочее. Но вот даже на территории России, даже во Владимирской области, я уж не говорю, там действительно Магадан, эти пункты были ликвидированы совсем недавно. Вот эта вся медицина, она была оптимизирована, терпеть не могу это слово, она была оптимизирована совсем недавно. И вдруг сейчас президент заметил, что оказывается из наших деревень уходят медики, уходят специалисты и деревни просто вымирают. Он что, этого не знал? Ну, надо разделить объективно обусловленные процессы с искусственными процессами. Конечно, чисто схематически то, что проделали и ликвидировали половину деревень и вообще говоря, у нас не 319 моногородов, и включая и военные городки, остальные поселения численностью 3000 человек и больше. А все 3000... Кстати, руины военных городков есть и в московской области. Что уж говорить там о дальних рубежах. Поэтому мы здесь увлеклись и говорим о программе развития 319 моногородов, которую придумал Шувалов. Но эта программа явно карикатурная, потому что там то, что выделено на развитие и воссоздание этих городков, это 7000 рублей в расчете на одного жителя. Эта программа так построена. Ясно, что это карикатура. И ясно, что надо разделить то, что мы можем и то, что мы в принципе не можем сделать. Можем сделать очень мало, потому что попробуйте восстановить даже медицинские пункты, фельдшерские пункты, не говоря уже о отделениях банков, которые и интернет туда завести во всю эту сеть. Кстати, интернет, может быть, сейчас и несложно завести. Невозможно. Если говорить о селе. И медицинский пункт должны присутствовать, если там живут люди. Иначе там уже мы воображаем, что и люди не живут. Но вот если говорить о селе, я прошу прощения, раньше в селах практически везде были фермы, были механизированные какие-то предприятия. Сейчас работы нет, жить негде. Ну, модель Пикалева, что наш президент сделал, он там посетил, отобрал ручку у Дерибаски и благополучно закрыли Пикалевский промысел и производство у Пикалева. Город гниет. И таким образом эта модель распространяется на 319 практически всех городов. То есть перед камерами было красиво, а сейчас уже... А у нас же проблема, у нас 30 миллионов человек, которые не имеют постоянной работы и постоянного заработка. Этих людей куда-то надо девать. Поэтому рано или поздно мы в этих моногородах должны восстанавливать мелкое хотя бы, а то и среднее производство. Мы должны на том уровне, на котором можем восстановить и сохранить эти города. Привезти этих людей в Москву, не имея здесь должной инфраструктуры, не имея ничего, это обречь уже Москву на рождение. Поэтому нам надо каким-то образом это все видеть и в рамках возможного поднимать то, что сказал президент в своем послании, это фразы. Там за этим ничего практически не стоит. Ни техника экономического расчета, ни тех ресурсов, которых в стране нет. Вы знаете, что эта программа требует 10 триллионов рублей, чтобы хотя бы ее сдвинуть с мертвой точки. А мы на это не имеем полтриллиона. Вот возьмите Сибирь и Крым. Ведь что творится? Мы в Крыму тратим три раза больше из бюджета денег, чем на всю Сибирь в шестимиллионную теперь оставшуюся. Мы предполагаем, что мы переселим народ из Сибири в Крым, и этот народ также крымчане будет там давать койки и полукойки для того, чтобы... А Сибирь тогда засели кто-нибудь другой. А Сибирь китайцами. И принцип такой, Крым наш, Сибирь ваш. Сергей Валерьевич, может быть, не совсем вопрос к вам, как к москвичу, но общий вопрос. Владимир Владимирович говорил о демографической политике. На мой взгляд, при нынешней демографической политике абсолютно провально, ведь население сокращается, несмотря на миграцию. Как мы можем сдерживать, удерживать за собой эти территории? Попросту говоря, кто будет жить в России? Ну, вопрос сводится опять к деньгам. Безусловно, если бюджет региона позволяет людям решать демографические проблемы, то, соответственно, деньги этого региона не должны тратиться впустую. Если нету у регионов денег, если нету денег в городах, то почему верховная власть сегодня, у нас же верховная власть может к себе вызвать в кабинет и дать такое наставление, от которого ни один руководитель субъекта, ну, физически, даже если законы не позволяют, он от этого никогда не откажется. Абсолютно. Только, наверное, руководители должны вызвать к себе определенных лиц, отвечающих за бюджеты в той же Москве и предложить, что, наверное, миллиард долларов, миллиард рублей, извините, на украшение Москвы можно перевести в качестве межбюджетного трансферта в один из моногородов и проблемы начнут решаться. Поэтому, вы понимаете, все сводится к сегодняшним деньгам. И траты на пустоту, это означает, что люди, которые сегодня в администрациях сидят на самом разном уровне, не обладают ни моралью, первое, ни экономическими, профессиональными знаниями. И сделаю, знаете, как это говорится модно сейчас, предположение, а не утверждение, что деньги уходят не по назначению. Сергей Вячеславович, а только ли дело в финансовых потоках? Вот знаете, такое ощущение, что деньги, это очень, конечно, важно, но люди на этих территориях, на дальних территориях, они, во-первых, не видят своего будущего, во-вторых, они не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. И даже если сегодня будет какая-то программа, во многом пиаровская, с богатым финансированием, у них нет никакой гарантии, что завтра их не возьмут и не переведут на вахтовый метод. Да, это так. И отчасти в этом ответ на ваш первый вопрос, почему в послании президента было сказано о развитии всех городов, а не вернулись к идее базовых 20 агломераций. Потому что это было бы странно накануне выборов сказать о более половины страны садись на чемоданы. И езжайте неизвестно куда. Вот накануне выборов сказать, конечно, невозможно. Поэтому, наверное, всерьез мы эту фразу в послании рассматривать сегодня не должны. Она, скорее, все-таки пропагандистская. А что делать этим людям? То есть, вероятно, мы к этому вопросу все-таки придем. И что может делать государство? Поддерживать живую инициативу. Всемирно поддерживать ее. Но это тоже огромная проблема. Как выбрать инициативу живую? Наверное, мы могли бы отделить. То есть, если там какой-то производственник приходит и так далее. Но у производственника нет времени писать бумаги на грант, на поддержку. Вопрос в том, кто будет принимать решение. Если будут принимать решение люди с той же психологией, как нынешний правящий класс, ну, наверное, ничего все равно из этого дела не выйдет. Если появится все-таки человек на месте благонамеренный и будет принимать решение, более правильно, есть надежда? Вот, Кирилл Владимирович, а действительно, на ваш взгляд, вот то, что говорил президент, это просто предвыборное обещание всем, чтобы как-то досталось, всех охватим вплоть до дальних территорий, или это действительно понимание, что если мы не будем заниматься территориями, они у нас, грубо говоря, рано или поздно отвалятся? Я думаю, что все, что сейчас говорит президент, надо оценивать в контексте выборов, сказать за три недели до выборов, что вы знаете, вот мы тут будем развивать, а вот тут мы не будем развивать. Но я к тому, что есть понимание этой проблемы? Оно есть, конечно, оно есть и в правительственных коридорах, оно есть, и в экспертном сообществе, оно есть, но как бы впечатление такое, что власти есть какие-то более важные задачи, и задачу все-таки сформулировать цели, сформулировать политику территориального развития, эти задачи отодвигаются каждый раз куда-то там на задний план, и развитие идет во многом инерционно. Вот приехал губернатор, показал, какие у него красивые проекты, получил благословение и получил еще денег из федерального бюджета, вот развивай вот эти проекты. А другой губернатор не приехал, не показал и денег не получил. К сожалению, впечатление такое, что часто решения действительно связаны с приоритетами территориального развития, они основываются вот на таких субъективных факторах. Куда-то президент слетал, ему что-то красивое показали, куда-то он не долетел, ему там ничего не показали и так далее. Или президент увидел что-то некрасивое по своим каналам. Василий Михайлович, если взять Россию, мы же говорим сейчас, наконец-то начали говорить о духовности, о патриотизме и о разных других нерыночных вещах. А возможно ли вообще это поддерживать без российских, без русских традиций, без деревни, без глубинки, без вот этих городов, в которых фактически живет, наверное, три четверти населения России, ну уж две трети точно, они все-таки живут в достаточно небольших населенных пунктах. Вот если не заниматься ими, возможно ли та Россия, которую мы всегда знали, и та Россия, которая будет в будущем развиваться? Ну, ответ очевиден, невозможно. Чтобы этот ответ каким-то образом смягчить, надо понимать, что та наша традиционная политика, она была и царской политикой, все-таки выравнивание уровней экономического развития регионов, все-таки решение всех проблем пространственного характера за счет расселения населения по всей территории. А помните, еще говорили о стирании грани между городом и деревней? О том, чтобы все-таки поднимать то, что называется теперь презрительно провинцией, это все на слуху, но чтобы это сделать, надо, естественно, иметь не только программу, но и надо иметь волю. Вы поймите, что из 85 регионов, которые ошибочно называются субъектами, потому что субъект, это нечто самостоятельно действующее. А у нас регионов самостоятельно действующих, кроме Москвы, Петербурга, нет. Они в основном объект. Никакие это не субъекты. Из этих пять субъектов, которые кредиту получили, включая Белгородскую область, в 17 раз больше, чем в среднем все остальные 80 регионов. Ясно, что Тула, Калуга, Белгород, Петербург и Москва это хорошие субъекты. Могут поделиться с чем-то. Соберешь такие налоги, даже и на плитку хватить, и на гирлянды, и еще кинуть какие-то гроши в умирающую Якутию. Но это все подачки, это все не государственная политика, это не выражение воли. А парадные какие-то заявления, парадные вот потемкинские поездки то в Саратов, то не в Саратов, и это не решает проблему. Следовательно, если мы хотим сохранить Россию, сохранить патриархальный уклад в России, и то, что должно сохраниться в виде человека, то в этих прежде всего моногородах, куда уже какие-то деньги вложены, надо дать человеку на месте, где он родился, там и пригодился. Следовательно, создать эту инфраструктуру элементарную, и да, производить лопаты, если эти люди ничего другого не могут производить. Я хочу вас познакомить с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос. Чего больше всего не хватает российской провинции для успешного развития? Доступного интернета 1%, молодых продвинутых губернаторов 2%, денег 6% и продуманной государственной политики 91%. Сергей набрал. Смотрите, полностью с коллегами согласен. Говорится сегодня о том, что давайте вести диверсификацию в моногородах. Но мы сосредоточились на моногородах, а эти проблемы шире. Хорошо, я возьму, к примеру, город Жуковский, который не является моногородом, который в советское время являлся флагманом российской советской авиации, ИЦАГи, масса других предприятий градообразующих. Все население города работало в городе Жуковский. После того, как развалили Советский Союз, собирают несколько самолетов, которые благополучно летают на Максе, и все население едет в электричке до Выхина и работает в городе Москве в электричке не власти. Та же транспортная проблема, хотя немножко в другую сферу. Поэтому, когда мы говорим сегодня о развитии регионов и развитии крупных городов, даже на уровне одного региона, надо прежде всего понимать, что продуманная государственная политика будет означать надобность той продукции, которая в этом градообразующем регионе была налажена на протяжении 70 лет советской власти. И если нам с вами в конце перестройки, и как сейчас говорят, я все-таки вернусь к этим же моногородам, если моногород выпускает двигатели для авиации и выпускал последние 15 лет, а ему говорят, выпускаете кастрюли, потому что кастрюли лучше продаются в соседнем регионе, или выпускаете условно пилки для ногтей, это тоже будет лучше, то вот такая диверсификация, она даст такой удар по экономике и по непродуманным решениям, это непродуманное решение, просто будут являться не диверсификацией, а диверсией против тех регионов, которые сегодня существуют. Поэтому нужны люди правильные, грамотные и хорошо понимающие экономику. Я еще раз сегодня убеждаюсь, что таких людей в органах исполнительной власти сегодня очень мало. Я лично таких людей, честно вам скажу, практически не вижу профессиональных, грамотных управленцев, которые готовы отвечать головой за тот регион, в котором они находятся. Если бы... Вы знаете... Да, они многие и не связаны, кстати, с этими регионами. Сергей Числавович, вот я вспомнил такую цитату из классика «Граница там, где крестьянин пашет землю». Вот насколько это уместно сейчас и на ваш взгляд, если будет продолжаться та же политика, которая проводится сейчас, чем это чревато для страны? Лет через 10-15? Это верно. Но я уже говорил о том, что все-таки мы от 90% крестьянского населения пришли к 9. Столько людей, сколько было в сельском хозяйстве, не нужно. А площади нужны пахотные. Их надо сохранять. Но их можно сохранить гораздо меньшим количеством людей. Ну, может быть, в переносном смысле пашет. Где человек работает, где наш человек работает. Если он работает по границам, если мы не работаем в этих городах, если они умирают, значит, нас там нет. Да, совершенно верно. И дело даже не только в Сибири, о которой говорил коллега, а посмотреть, что творится в Псковской, Смоленской. Именно. И даже в Ленинградской областях. Опустынивание. Там плотность населения, по-моему, где-то человек 10 на квадратный километр. Это среднее по России, включая Сибирь. Да. То есть... Когда дом можно купить практически даром. Да, совершенно верно. Вот. Да, надо территории поддерживать, территории контролировать. Иначе мы можем прийти к опасностям, о которых даже не думаем. Ну, вот уже было там пару лет назад одревоточец, который там поел наши еловые леса, потому что ликвидировали службу лесников. Она базировалась тоже на этих малых городах, которые держат территорию. Вот завтра это могут быть эпизоотия. Там какие-то бешеные лисицы, которые распространятся на... И пойдут в большие города, пойдут в агломерации в итоге. Оброшенные территории могут начать заселяться асоциальным элементам. Об этом мы тоже не думаем. Кирилл Владимирович, а вот если вернуться от там бескрайних территорий к тем же городам, вот посмотрите, сейчас крупные города, они строятся по абсолютно рыночным принципам. И жизнь в них довольно жестокая. И молодые люди с большим трудом могут купить жилье, могут найти работу, а население сюда стягивается. И не будет ли у нас, как вот в некоторых западных городах, прям вот зоны гетто, куда не суется полиция, где нет... Ну, где свои совершенно законы преступные. То есть, вот это перенаселение, с этой проблемой практически никто не сталкивается, и о ней никто не думает. Есть же не только проблема обезлюдивания территории, но и изменение качественного состава тех городов, куда люди приезжают. Специалисты, конечно, об этом думают, и еще в 90-е годы предупреждали о такой опасности, да, возникновении каких-то районов определенной этнической ориентации в городах, возникновении гетто, о том, что будут районы с пустующими квартирами, непроданными квартирами, и это, кстати, мы сейчас видим. Это мы видим, сплошь и рядом. Это мы видим, это оправдалось, но, тем не менее, все-таки районов гетто пока нету, хотя районы больше дифференцированы, чем раньше. И если не будет продуманной политики расселения, продуманной миграционной политики, это другая проблема, но она тоже очень важная, то эта опасность все равно остается, что лет через 10, 15, 20 мы увидим в городах гетто, мы можем увидеть, как более-менее богатое население уедет жить за город, то, что Европа и Северная Америка прошли 50-60 лет назад, к сожалению, вот невыученные уроки, они могут для нас в этом отношении плохо закончиться. Василий Михайлович, вот президент говорил о том, что надо развивать территории, при этом он говорил, что надо давать большую свободу в экономике, надо государству уходить из экономики, и нет ли здесь явного противоречия, может ли частный бизнес в нашей стране развивать наши бескрайние просторы, он и в Москве не очень справляется. Ну, смешно даже говорить, нет ли здесь противоречия, оно и только есть, это противоречие. Ну, я уже говорил, Крым наш, Сибирь ваш. Нет, ну Крым тоже надо развивать. Это надо, но надо с умом и пропорционально. Значит, где проблема? У нас первейшая проблема кадры, у нас нет губернатора, у нас наместники, у нас нет патриотически настроенной провинции, которая умрет, но сохранит эту провинцию. Да. у нас нет элементарных условий для того, чтобы учителя, врачи традиционные, уральские, сибирские подавали пример и были на счету всей страны. У нас 55 регионов, русских регионов, центральной России, где смертность 16 человек на душе населения больше, чем королевство Лисоту, которое на последнем месте при смертности в 13 человек средней. У нас нет вот этого русского духа восстановления и показного демонстративного восстановления России, как России русским народом, численность которого уменьшилась и уже приближается в 70% вместо 80%. Всего этого у нас нет, поэтому у нас эти фразы это селекция. А вот давайте покажем вот теперь на примере Крыма, давайте покажем на примере Керченского моста, который четыре раза дороже. это государственная программа. Вот как Олимпиада в Сочи, пусть дорого, но зато государство. Попорочно, потому что по возможностям страна развивается, если вы хотите иметь страну, а не какой-то кусок в виде Москвы, Петербурга и Белгородской области, то вы должны это все пропорционально разделить и даже претензии свои умерить не на айтишные технологии, а на элементарные технологии, претендовать элементарные технологии в этих несчастных городах реализовывать, дать людям работу, дать людям элементарные условия жизни, а потом бравировать и рассуждать великодержавно о том, если бы докобы. Дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу, поэтому задам последний вопрос, просто тезисно. Нет, Кирилл Владимирович, так что делать для того, чтобы развивать Россию как единую территорию? Нужно, во-первых, снижать уровень различий между регионами, между разными населенными пунктами. Нужно, чтобы люди везде, в любом конце страны чувствовали, что они живут в одной стране, хотя бы по таким показателям, как доступ к образованию, доступ к здравоохранению, по возможности доступ к инфраструктуре, доступ к культуре. Нужно, чтобы человек в любом конце страны чувствовал, что он живет в России, а не чувствовал себя в двух разных странах. Сергей Вячеславович, прежде всего надо поддерживать местную инициативу, если мы с вами действительно думаем о хорошем, если мы управленцы, думаем о хорошем. Если мы современные управленцы, то вряд ли что-то на этом пути может быть сделано. Если я скажу, что действительно надо делать, это 101 год Великой Октябрьской социалистической революции, и что в следующий месяц мы отмечаем очередной день рождения единственного умного руководителя страны за всю ее историю. Василий Михайлович, что делать? Элементарная вещь в Советском Союзе и к нам перешла это программа развития и размещения производительных сил России. Эта программа должна быть восстановлена. Пропорциональное развитие должно взять вверх. Для того, чтобы взяло вверх, нам нужна инвентаризация всех активов, природных ресурсов, трудовых ресурсов и всего того, что мы имеем. Мы не знаем себя. У нас нет такой инвентаризации. У нас наобум. Если бы наш президент был разведчик, он бы очень быстро погиб на этом минном поле. В разведку так людей не посылают. В разведку имеют карту, что где размещено. У нас этой карты нет. Сергей Вячеславович, с нашими территориями будет все то же самое до тех пор, пока не будет профессионального и серьезного подхода кадровой революции в хорошем смысле и программы, которая будет экономически соответствовать каждому региону. И второй момент принципиальный, что бы я сегодня посоветовал сделать в четном палате. Это взять и проверить соответствие целевых трат бюджетов каждого российского региона. Особенно все-таки мы сегодня говорили много про моногорода и про такие мегаполисы, как Москва и Питер. И выявить, нужно ли тратить деньги на освещение и елки-палки под миллиард рублей в то время, когда страна нищает и люди буквально сводят концы с концами. Нужны меры. Вообще, власти должны всегда помнить нашу историю. Охотников до нашей территории всегда было множество. И если мы за ней не уследим, то она достанется нашим врагам. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин